МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полетели вы на Кипр? На море, пожалуйста, можно? Даем волю фантазии и продлеваем теплые денечки. Узнаем у мурманчан, как бы они провели четвертый летний месяц. Умеешь разделывать авокадо? Ну да. Давай ты разрезай авокадо. Красная рыбка и авокадо. Фирменный завтрак от Валеры Саковича. А, да это в принципе есть моя форма. Дворник и художник. Как совместить такие разные занятия? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С добрым-добрым утром, дорогие друзья! Доброе утро, Мурманск! Я начну сразу с новостей. Леона, представляешь, шестилетняя мурманчанка стала лицом мирового бренда. Да ты что? Вот это новость! Да. И я тут о чем подумала? Почему лимон, выращенный дома, на подоконнике, своими руками... Помнишь, мы сюжет снимали об этом лимоне? Почему он не столь популярен, как эта девочка? Юль, да все просто! Шестилетней девочке еще есть куда расти, развиваться. А лимон, можно сказать, достиг своего максимума, своего потолка, своих размеров. Но он, конечно, был потрясающий. Если бы он участвовал в съемке мирового бренда, он бы точно стал популярен. Да. Давайте подробнее посмотрим о нашей звездочке. Шестилетняя мурманчанка Агния Кручко-Никитарович стала победителем конкурса амбассадоров детской осенне-зимней коллекции известного бренда в России. Ее выбрали из 20 тысяч участников и пригласили в Москву на фотосъемку детской функциональной одежды. Совсем скоро фотографии юной северянки появятся на стендах популярного магазина одежды по всей стране. Кстати, Юль, а ты мечтала в детстве о карьере модели? Ой, были мысли. Это очень красиво, но мне не подходит. Ни по темпераменту, ни по стилю и образу жизни. Как бы телеведущий тебе очень подходит. На календаре у нас сегодня 8 сентября, среда, и мы начинаем. Сегодня, 8 сентября, на Кольском полуострове ожидается облачная погода. Временами дождь. Ветер северный, северо-западный, 6-11 метров в секунду. В Кандалакше дождь плюс 12 градусов. В Апатитах и Кировске плюс 10, плюс 12. В Никеле и Заполярном 9 градусов выше нуля. До 10 поднимется столбик термометра в Североморске. В Мурманске плюс 8, плюс 10. Дождь. Хорошего вам дня. Доброе солнечное сентябрьское утро, друзья. Представьте, вам просто взяли и добавили еще один месяц лета. У вас появилась возможность его продлить. На что бы вы его потратили? Сейчас будем спрашивать у прохожих, чем бы они занимались. Наверное, готовилась бы к работе, к своей любимой. Да. А где вы работаете? Я концертмейстер. Представьте, сейчас четвертый месяц лета, а не сентябрь. Как бы вы его проводили? Чем бы вы занимались? Полетели бы на Кипр. На море, пожалуйста, можно? А почему там? Там тепло и море. В смысле, тут было бы, наверное, не так тепло. На работу. В деревню сестье лаба. С цветочками, если не надо. Какой еще четвертый? Здесь вообще лето было? Не было. Не было, да. Если только где-то в отпуске, на югах их всего три, если что. Представьте, что здесь четвертый месяц лета. Спасибо, Денис. Ну, пожалуйста. Хотелось бы, конечно, отдыхать. Отдыхайте здесь, чтобы было тепло. У нас здесь в Мурманске. Да. А чем у нас можно заняться в Мурманске? Ну, ездить на природу. Что еще надо делать? Гулять. Кромить делать. Чем бы вы занимались? Как бы вы его провели? Я только вчера приехал с отпуска. А чем вы занимались в отпуске? В отпуске? Отдыхал. Правильно. Да. Купался, загорал. Чем бы вы занимались? Как бы вы его провели? Четвертый. Отлично, как и все предыдущие месяцы, в изоляции. На даче. Прекрасно чувствую себя и физически, и морально, и духовно, и по-всякому. Вы хотели лето? Ну, в принципе, наверное, да. И чем бы вы занимались? Ну, не знаю. На работу бы ходил, наверное. Чем еще? Что приготовили звезды, узнаете прямо сейчас. Овны. Вы можете решить, что дело уже сделано, но вас ждет разочарование. Это лишь одна из многих ступеней, на которые вам предстоит взобраться. Тельцы. Сегодня вы можете быть абсолютно искренним. Особо тяжких последствий это свободословие иметь не будет. Раки, вам придется задавать много вопросов. Не забывайте, для того, чтобы получить хороший ответ, необходимо правильно и четко сформулировать мысль. Друзья, ну день сегодня насыщен новостями. Леона, ты представишь, у нас в городе появилась умная остановка. Теперь там можно подключиться к Wi-Fi, подзарядить телефон, и не только телефон. И там 16 USB разъемов. Чтобы вы понимали, 16. Не 2 и 3, 16. Боже, можно подключить 16 мобильных телефонов. Да. Ну и я бы мечтала, чтобы умная остановка еще могла бы заваривать капучино с утра. Может быть, помочь сделать утренний мейк. А и чтобы в пургу, например, пледик выдвигался. Это уже неплохо. Умная остановка находится на улице Папанино, напротив дома номер 23. Современный павильон выполнен из прочных материалов. Теперь северяне смогут не только подзарядить телефон, но и определить точное время прибытия транспорта. На остановке есть система связи с экстренными службами города и подсветка светодиодами, что актуально в темное время суток. Юль, на твой взгляд, что еще должна уметь умная остановка? Что она должна уметь? Ну, начнем с того, что остановка нам ничего не должна. Но это ладно, это о насущном. Собственно, я бы хотела, чтобы там сиденья были с подогревом, чтобы был обдув, такой тепловентилятор откуда-нибудь, знаете, и я вот сижу в пургу особенно, в минус 30, там, да, в метель, в ветер, в дождь, неважно, в холод. И меня вот обдувает теплым ветерочком. Только вчера стояла на остановке и обратила внимание на то, что низ остановки полностью открыт. И оттуда ветерок поддувает. Мне некомфортно. Юль, ну хорошо, что мечты мурманчан о благоустройстве города исполняются, как и продолжение нашей программы. Смотрите далее. Северная наша. Новый проект в эфире ТВ21+. Что принесет 8 сентября? Об этом поведает лунный прогноз. Завтрак по-мурманске. Тосты с красной рыбкой и авокадо. Поработали и метлой, и кистью. Такие разные профессии, а человек один. Ну что ж, солнышко светит, птички поют. А это значит, что? Значит, нужно наш город приводить в чистоту и порядок. Чем занимается наша Ольга? Этому городу нужна новая героиня. Всем доброе утро. 20-летняя мурманчанка Ольга Шиленкова выбрала нелегкую работу. Не все молодые люди готовы убирать подъезды и облагорашивать дворы. Наша героиня занимается этим совсем недавно, но уже успела зарекомендовать себя. А почему упал выбор профессии именно на дворника? Ну, я на самом деле перепробовала до этого много профессий. Тем более в школе постоянно пугает, и будете плохо учиться. Станете дворниками, и это, конечно, очень постоянно. Типа, фу, стану дворником, что же со мной станет, да? А до этого перепробовал, и листовки раздавал, и почтальонам был, и в индейской выставке, знаешь, вот стоял, вот это да. Самая лучшая работа, которая у меня была, и которая мне нравилась, это я занималась детской мебелью, разукрашивала ее, шкурила, ну, а там такие, знаешь, стульчики в виде зайчиков, мишек очень милые, короче. Но меня там плохоладности не моей уволили, поэтому было обидно. Работа дворника требует больших физических нагрузок. Поначалу Оле было тяжело, болели мышцы, она даже хотела уволиться, но постепенно привыкла. Работает она качественно, жильцы ее хвалят и благодарят. Ну, мне нравится работать, убирать и делать город чище, и сам как-то терапевтически очищаешься, да? Меньше работаешь с людьми, тратишь на моральную какую-то работу, да, когда общаешься с людьми по договору, по делам, по работе, это все равно больше сил забирает, нежели уборка. А ты бы хотела себе какую-нибудь такую гламурную форму, как истинная леди, а не вот заморашку такую маленькую? А, да это в принципе есть моя форма, то есть мне ее не выдавали, это мой ее кигуруми, я их иногда меняю, иногда прихожу в костюмы миньона, то есть такой миньон убирается, весело вроде, все смотрят, и никто не подозревает дворника или просто аниматор, который решил бы работать дворником. Дело это семейное. Олин отец Анатолий Серафимович тоже нашел себя в этой работе. Он хороший отец и отличный напарник. Иногда они с дочерью работают и облагораживают городские улицы вместе, иногда подменяют друг друга. А если смены не совпадают, Шеленков старший оставляет на рабочем месте гостиницу для Оли. Слушай, а расскажи, ну вот такая девочка интересная, как ты дома-то проводишь время? А ну что, ну что, я, кстати, дома мало убираюсь, на самом деле. Отдыхаю, там, знаешь, от работы. Ну, вы видели. А так я там с котиками обнимаюсь, читаю книги, самореализуюсь, я рисую картину, что еще делают люди там, которые творческие. Наша героиня не мыслит стереотипами, живет одним днем. Она художник и работа дворника позволяет иметь свободное время для творчества. На самом деле убираться-то тоже творческая профессия? Конечно, сколько вообще художников и творческих людей занимаются какой-то вот такой, перебирают профессии, то есть научные вот эти. Это же по сути моторика, ты развиваешь и думаешь в это время, то есть о своих делах. Художник или дворник совмещать можно с самой разной профессией и видой деятельности. Главное, ответственно и с душой относиться к своей работе. И это будет вызывать уважение окружающих. Дмитрий Пауль, Андрей Бричко, ТВ21+. Сегодня день рождения отмечает первый российский гонщик, выступавший в гонках Чемпионата мира Формулы-1 Виталий Петров, известный под прозвищем Выборгская ракета. Поздравление принимает Павел Астахов, российский адвокат, доктор юридических наук, государственный деятель и писатель. А еще в этот день, 209 лет назад, родилась Наталья Гончарова, супруга и муза великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Доброе утро, друзья! Сегодня мы находимся в гостях у куратора Центра Современного Искусства 21А, Валеры Саковича. Всем привет, доброе утро! Валера, что мы сегодня будем готовить? Твое фирменное блюдо, твой завтрак фирменный? Да, мой фирменный завтрак. Мне кажется, я в принципе только этим завтраком и питаюсь. То есть, у тебя нет ни обеда, ни ужина по ходу дела? Ну, обед и ужин, я как-то, либо я обедаю где-то на работе, а ужинаю чем придется. А завтрак это то, что реально у меня ингредиенты для завтрака есть всегда. Это может быть каша, может быть что угодно, но сегодня будет крутой тост. Да, тост. Так, что нам понадобится? Белый хлеб, булочка, сыр сливочный, кусочки слабосоленой семги, лососи или что-нибудь какой-то рыбки. Естественно. Вот, яйцо и авокадо. Я могу помогать, если хочешь вопрос помешать. Давай, 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 помогай. Умеешь раздевать авокадо? Ну да. Вот давай ты разрезай авокадо, а я пока что запеку, запеку, пожарю яйцо. Авокадо разрезаем пополам, убираем косточку и выковыриваем мякоть ложкой. На сковородке обжариваем яйцо с двух сторон. Валера, ты еще актер арктического театра, да? Да, да. Я так понимаю. Вот. И сейчас еще куратор Центра современного искусства. То есть, вся жизнь уже в искусстве, грубо говоря. А до этого кем ты работал? Ой, кем я только не работал. Получается, если брать последнюю работу перед тем, как я стал куратором Центра, я, получается, совмещал актерскую деятельность и работал в рекламной компании, ну, не в рекламной компании, в аптечной сети рекламщиком. Ага. Совсем не творческая работа, да? На самом деле, очень творческая. Потому что нужно приложить много-много фантазий, как прорекламировать лекарственные средства, которые нельзя рекламировать. Первый спектакль, в котором сыграл Валера, в артическом театре назывался «Выкрутасы». Это импровизация на темы, которые предлагает зритель. Артист рассказывает, что в первое время очень волновался. Но все складывалось великолепно. Ну, поступать и сваливать из этой семьи кино. А если что-то еще право есть, что скажет, ты ей скажи, что я приду со своими ногами. Хорошо? Хорошо. Спасибо вам за то, что я делаю. Пожарив яйцо, выкладываем его на хлеб. Добавляем к нашему тосту кусочки красной рыбки. Сверху кладем авокадо и плавленый сыр. Мы забыли сделать вот так. Один кусочек? Вообще два. Как ты попал в театр-то? Я, получается, еще в студенческие годы познакомился с Женей Гоманом. И я выступал почти что три года в коллективе «За Хор». Там еще... Ага, вот оно как. Тенора, привет. Ты еще и поешь. Да. Обжаренным кусочком хлеба накрываем наш тост и разрезаем на две половинки. А так как завтрак должен быть плотным, мы решили сделать по тосту для каждого, включая оператора. В чем заключается сейчас твоя работа как куратора Центра современного искусства 21А? На самом деле столько всего, что даже сразу и начнешь перечислять это, и что делаешь ты. Начнем с куратора. Что делает куратор-то? Куратор вообще... Смотрит? Ищет? Ну нет, рассмотритель смотрит. А, ну да. Куратор, скажем так, организует. Организует. И в целом, это вот максимально близко к тому, что я делаю, мы организуем какие-то, в рамках того, что мы можем сейчас делать, какие-то небольшие мероприятия, выставки. Недавно в Центре 21А открылась выставка работ мурманских художников, которые побывали на Чукотке в рамках проекта Всемирного фонда дикой природы. По приезду писали картины и делились впечатлениями. Валера рассказывает, что тоже очень любит путешествовать. На стене, кстати, висит карта, на которой можно отмечать страны, в которых ты побывал. Ну, на моем счету 20 стран. 20, да. Угу. Если мы... Ну, ладно. 19, ну, нам нужно как-то считать Абхазию. То ли Грузия, то ли Абхазия, 20 страна. Все, понятно. А куда хочешь отправиться? Вообще? У меня есть мечта. Это Исландия. Исландия, да? Да, это вот здесь. Вот, и есть еще мечта, это называется противоположность. Это Новая Зеландия, да? Но в Новой Зеландии я мечтаю встретить старость. А, вот так. Еще Валера любит получать открытки, которые ему отправляют друзья во время своих путешествий. Есть открытки, которые я прислал сам себе. Это, например, открытка из Сталина, открытка из Риги. Потому что мне, ну, хотелось, чтобы они приехали. За разговорами мы доделали тосты. Завариваем чай, пора завтракать. Творите свои кулинарные шедевры. Не бойтесь экспериментировать и добавлять ярких красок в жизнь. И смотрите наше утро. Всем хорошего дня. Пока-пока. Увидимся. Прямо сейчас продолжение гороскопа. Львы, ваши амбиции не дадут сидеть спокойно. Остается вас только поздравить и пожелать вам дальнейших успехов. Девы, вы нуждаетесь в некотором количестве перемен. Если изменится погода, можете не волноваться. Если же она меняться не пожелает, придется что-нибудь изменить самому. Весы. Не стоит предпринимать серьезных действий, не позаботившись о тыла. Вас никто не собирается обманывать, но мало ли что может случиться. Скарпионы. Если вам сегодня повезет, то одно из ваших знакомств превратится в настоящую дружбу. Так что ловите удачу за хвост. Очередная сенсационная новость, друзья. Наконец-то театр кукол распахнул свои двери для юных зрителей. И даже больше артисты театра отправились на гастроли. География гастролей обширная. Варзуга, Краснощелия, Алакурти, Лавозера, Ревда, Африканда, Йенский, Островной, Туманный и, конечно же, Териберка. Юные северяне увидят спектакли «Красная шапочка», «Кошкин дом» и «Полянка». Лиана, а ты помнишь первый спектакль в театре кукол? Помню, я думаю, артисты тоже помнят. Это спектакль «Кариус и бактериус». Ух ты. Я была маленькой, меня привели на этот спектакль, и, если честно, я была глубоко оскорблена. Мне казалось, что театр – это нечто духовное, очень такое высокое, касающееся нравственных ценностей. А тут меня учат, как чистить зубы. Какой-то такой диссонанс, да, нестыковочка. Чистить зубы важно и полезно. Ну, а мы переходим далее. И вот, что нас ожидает в финальной части выпуска. Лиана, ты веришь в астрологию? В астрологию? Да. Гороскопы, знаки зодиака, лунный календарь. Ну, если они говорят о чем-то хорошем, обещают, что говорят мне что-то очень доброе, то да. А если нет? А если не доброе? Ерунда какая-то. А, сразу в топку. Даже не обращаю до этого внимания. Ну, я, конечно, свой день не выстраиваю по лунному календарю. Каждый свой день. Но все-таки прислушиваюсь. И вам, вам рекомендую делать то же самое. Восьмое сентября. Среда. Второй лунный день. Прекрасно подходит для реализации замыслов. Пора начинать притворять в жизнь все планы, которые вы обдумывали вчера. Этот день посвятите активной деятельности. Отдыхать будете потом. Улавливайте и впитывайте новую информацию. Впоследствии она может вам пригодиться. Среда подходит для поездок, переезда в новый дом, командировок и любых видов путешествий. При этом, внимательно следите за тем, что вы делаете и что говорите. Будьте снисходительны к людям и постарайтесь взять себя в руки. Ссоры могут привести к судебным разбирательствам, а все ваши планы окажутся под ударом. Что касается здоровья, то сегодня питайтесь умеренно, не поддавайтесь чревоугодию. Вся вредная и лишняя пища, съеденная в этот день, негативно скажется на вашем состоянии. Займитесь укреплением своего тела с помощью физических упражнений. Сходите в бассейн или проведите тренировку в спортзале. Любые активные действия поощряются. Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 8 сентября, 73 рубля 19 копеек. Курс евро 86 рублей 89 копеек. 10 норвежских крон сегодня равны 84 рублям 42 копейкам. Лена, как ты относишься к местной продукции? Поддерживаешь местного производителя? Я полностью поддерживаю местного производителя. Более того, благодаря нашим родителям из Ленинградска к нам регулярно приезжает домашняя картошечка, малина, брусника, черника, грибочки собрали здесь на Кольском полуострове. Нам, собственно, есть чем похвастаться. И своя выпечка, и мясо, и молочная продукция, и сувениры, и мебель даже. Кстати, об этом наш новый проект «Северная наша». Мастера поддерживают экономику нашего региона. Например, самый наш первый герой Артем Емельянов из города Апатиты. Когда-то у него была фотолаборатория. Из-за пандемии этот бизнес стал не таким актуальным, но он не упал духом и открыл для себя новое направление. Это картины по номерам. Юль, ты когда-нибудь рисовала их? Да, конечно. У меня целых две, правда, последние не дорисовано. Но мне кажется, она идеальна и в таком виде. А о нашем герое давайте посмотрим подробнее в сюжете. Пандемия сильно ударила по бизнесу, особенно по малому. Не обошли последствия ковидных ограничений дело Артема Емельянова из Апатитов. У «Северянина» своя фотолаборатория и сувенирная лавка по совместительству. В прошлом году люди перестали активно путешествовать, и дело Артема стало рушиться. Спрос на услуги, на наши, резко упал. Почти, что никто не ходил, никто не летал за границу, не делал фотографии на документы. И картины очень помогли. Картины по номерам стали очень популярны во время пандемии. Люди сидели на самоизоляции, надо было чем-то себя развлекать, и это расслабляющее занятие пришлось многим по душе. В таком художественном наборе есть все, что нужно для создания картины. Холст контурами, краски и кисточки. Наполнение Артем собирает сам. Сначала находит красивые фотографии, нередко выбирает заполярные пейзажи. Мы ее обрабатываем, переводим в векторное изображение, чтобы это уже готовим к контурам, чтобы каждая деталь стала отдельным контуром. Это чериберка, и вот у нас большая палитра цветов, это почти 300 цветов. И непосредственно каждый сегмент, каждый элемент необходимо подобрать нужный цвет. После компьютерной обработки будущая картина по номерам отправляется в печать. На принтеры и другое необходимое оборудование Артем потратил большую часть губернаторского стартапа, который получил в прошлом году в качестве меры поддержки для развития бизнеса. Также значительная часть средств ушла на закупку красок. Если картина будет три месяца лежать на полке, краски будут находиться в вакууме, и они не засохнут, с ними ничего не случится. Дальше холст крепится на деревянную раму. Артем собирает весь набор в коробку, и картина готова к продаже. Летом спрос на эту продукцию падает, но скоро наступит холода. Люди снова будут больше проводить времени дома, и ажиотаж вернется, уверен предприниматель. Но не картинами едиными живет бизнес Апотичанина. Он изготавливает кружки, канцелярию, кошельки, брелоки и другие сувениры. Творческая нотка присутствует, конечно, потому что создание сувениров без творчества, я считаю, вообще невозможно. Создать какой-то сувенир – это что? Это подарок, который, скорее всего, турист у нас купит и отвезет кому-то подарит. И в этом подарке точно должна, я считаю, быть частичка души и частичка творчества. Вообще свое дело северянин начал из-за любви к фотографии. С самого детства Артема завораживали фотоаппараты. Но отец свои зениты ему не доверял. Приходилось обходиться простенькой мыльницей. Как только я устроился на работу, я увидел по телевизору рекламу про новый цифровой фотоаппарат с режимом видеосъемки. И все, у меня не осталось вопросов, на что я потрачу свою первую зарплату. И так даже получилось, что это было три моих первых зарплаты. Потихоньку потечанин стал зарабатывать на своем увлечении. Снимал концерты, свадьбы, портретные фотосессии. Но в 2014-м страну накрыл валютный кризис. И дело пришлось забросить. Только спустя четыре года появились силы и средства, чтобы снова начать работать на себя. Второе большое препятствие на пути развития своего бизнеса Артем встретил в прошлом году, когда началась пандемия. Но и этот рубеж преодолеть получилось. Максим Соловьев, Влада Егорова, Виталий Попков, ТВ21+. И снова за советом к звездам. Стрельцы, будьте открыты для всевозможных альянсов. Однако не позволяйте своему партнеру забыть о ваших личных интересах. Кази и Роги, вы склонны тратить непозволительно много душевных и физических сил на то, что скорее всего является лишь иллюзией. Взгляните на вещи здраво. Водолеи, вы настолько переполнены ресурсами, что стали взрывоопасны. День обещает быть очень плодотворным. Рыбы, сегодня самые очевидные вещи будут казаться вам сложными. А сложные элементарными. Самое время для разрешения глобальных вопросов. Все приятное когда-нибудь заканчивается. Делаем вдох и выдох. Настраиваемся на приятный день. И идем согревать весь этот мир своим светом и теплом. Да, Лен? Конечно. Намасте, друзья. Мы поприветствовали солнце. Приветствуем вас и желаем самого классного дня. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Продолжение следует...